И снова добрый день в прямом эфире Вести Ульяновск в студии Ксения Грищенко. Смотрите выпуски. Недостроенное жилье, некачественное благоустройство, несанкционированные свалки. Участники ОНФ подводят итоги годовой работы. Расследование и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений в России. Сегодня отвечается день криминалистики в системе Следственного комитета. В лагерях и ссылках он провел 11 лет, исцеляя тело. Хирург, священник, врачевал и духовные раны. Мощи Святого Луки ожидают прихожан в Ульяновске. Народный контроль и исполнение указов президента Путина. Участники Общероссийского народного фронта подвели итоги годовой работы. На традиционной осенней конференции Ульяновского регионального отделения ОНФ общественники обсудили результаты своей деятельности и наметили планы на год вперед. Поскольку основная функция фронта это контроль за выполнением поручения, которое дает президент, это одна из самых важных функций, мы и строим эту нашу работу. Дел у Народного фронта хватает. Активисты 12 тематических площадок, которые заменили менее функциональные рабочие группы, формируют предложения для правительства и разных ведомств. Указывают представителям власти на проблемы недостроенного жилья, плохого благоустройства дворов и парков, несанкционированных свалок и многое другое. В этом году мы много очень выезжали, проверяли безопасность пребывания детей в детских лагерях летних, смотрели безопасность пребывания детей в дошкольных организациях, смотрели прием школ. Я считаю, что в результате этого мониторинга, где мы общаемся с родителями, где мы общаемся с потребителями, потом обсуждаем на тематических площадках, это еще эффективная работа. Сейчас участники Народного фронта выполняют общественный контроль в виде мониторинга. На конференции они сформировали предложение по эффективному исполнению поручений из указов президента от 7 мая 2018 года и готовятся к плодотворной работе. К другим темам. 22 ДТП, трое пострадавших, около 8 тысяч нарушений правил дорожного движения и 9 водителей, задержанных за вождение в нетрезвом виде. Такова сводка происшествий за минувшие сутки от областных госавтоинспекторов. В 18.25 у дома номер 161 на улице Радищева в Ленинском районе города Ульянска 30-летний водитель автомобиля «Лада Приора» совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП 13-летний пешеход, учащийся одной из школ областного центра, без световозвращающих элементов на одежде, с травмами различной степени тяжести, госпитализирован в медицинское учреждение. Уважаемые пешеходы, переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Не создавайте для водителей критических ситуаций, выходя на проезжую часть дороги перед приближающимся транспортным средством. Помните, что автомобиль не может остановиться мгновенно, а в условиях недостаточной видимости вам поможет одежда со световозвращающими элементами, которая поможет вам обезопасить себя и сделать заметнее на дороге. Укрепить фундамент для развития бизнеса и помочь молодежи начать свое дело. В Ульяновской области обсудили вопросы введения всеобщего предпринимательского образования. Комплекс мер по поддержке уже состоявшихся коммерсантов и тех, кто делает свои первые неуверенные шаги на экономическом поприще, обсудили на очередном заседании Совета при губернаторе. «Всего от субъектов малого бизнеса мы за последние 8 месяцев получили 1,7 млрд налогов. Это 109% к аналогичному периоду прошлого года». Озвученные на Совете цифры говорят о росте. И чтобы увеличить его динамику, совсем скоро в регионе заработает курс основ предпринимательской деятельности. Заинтересованные в открытии своего дела подростки, познакомятся с экономической теорией и увидят финансовую сферу изнутри. Узнают, как с нуля начать свою историю успеха. Другими словами, путь в мир взрослого бизнеса для вчерашнего ученика откроется прямо со школьной скамьи. «Это не говорит о том, что каждый выпускник должен стать предпринимателем, но развить предпринимательское мышление, дать возможности, раскрыть горизонт для этих детей, это действительно возможно». С пилотной площадкой для введения нового курса определились быстро. 82-я школа Засвияжского района свой статус передовика по многим показателям подтверждает который год подряд. Уже сейчас здесь активно работает Лига школьного предпринимательства. «Я только что вот сейчас встречался с командой этой школы и ребята мне рассказывали о своих победах, рассказывали о своих ощущениях, рассказывали о своих проектах. И видно было то, что голова светлая, люди очень умные, но пока еще стесняются зарабатывать деньги». Задача правительства – победить это стеснение и создать все условия для развития их коммерческого потенциала. Примером успешного бизнеса стала история Вероники Глуховой, которая за два года превратила крошечную кондитерскую в серьезное производство с контрактами в сетевых магазинах по всей стране. Теперь она получает благодарственные письма от губернатора и делится секретами своего успеха. «Мы приглашаем сюда школьников на экскурсии, к нам привозят, ребят с классами организовывают. Здесь мы им рассказываем пошагово, во-первых, о нашем производстве и об истории русского продукта, об истории пряников, об истории зефира. Потом мы пошагово им проводим такую мини-профориентацию, мы рассказываем о профессиях бухгалтера, кондитера, профессии технолога, чем отличается директор от собственника». Повышение коммерческой грамотности – одна из главных задач для регионального правительства, который продолжает внедрять меры поддержки для малого и среднего предпринимательства. Компаний, которые уверенно стоят на ногах и тех, кто только начинает свой бизнес. Павел Игнатьев, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. Плоды золотой осени на ульяновских прилавках. В эту субботу, 20 октября, в Заволжском районе на проспекте Ульяновском развернется очередная сельскохозяйственная ярмарка. Для горожан это отличная возможность приобрести качественную продукцию местных производителей по приемлемым ценам. Фермеры представят широкий ассортимент свежих овощей, а также мясной, молочной и хлебобулочной продукции, меда и саженцев. Кроме того, на ярмарке организуют работу консультационных площадок. На вопросы ульяновцев ответят социальные работники, сотрудники центра занятости, управляющих компаний, а также представители районной администрации. Будет работать и приемная депутата в городской думы. Всего до конца года предстоит провести еще пять больших ярмарок. В правительстве области отмечают, что формат работы торговых площадок изменится. Предполагается, что на ярмарке будут проводить презентации местной сельхозпродукции по типу Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень». Сегодня, 19 октября, в России отмечается День криминалистики в системе Следственного комитета Российской Федерации. Свою историю эта профессия ведет с 19 октября 1954 года, когда указанием Генерального прокурора СССР в штат органов прокуратуры были введены должности прокуроров-криминалистов. Это было требованием времени. Основными задачами службы стало внедрение в практику научно-технических средств и рекомендаций по раскрытию расследований тяжких и особо тяжких преступлений против личности. Сегодня криминалисты вооружены по последнему слову науки и техники. Сегодня залогом успешного раскрытия преступлений любых категорий является применение высокотехнологичной криминистической техники при проведении первоначальных следственных действий, начиная с осмотра, производства выемок, обысков и так далее. Сегодня время диктует уже новые требования, поскольку преступность вышла на просторы интернета. И с этим криминалисты также успешно справляются. Розовая ленточка в Ульяновске в регионе проходит традиционная благотворительная акция в рамках недели борьбы против рака груди. В эту субботу, 20 октября, в ДК Руслан на мероприятии по случаю Дня сельских женщин будет работать специальная площадка здоровья. Участницы смогут проконсультироваться со специалистами Центра здоровья областного врачебно-физкультурного диспансера по вопросам профилактики неинфекционных хронических заболеваний и формирования здорового образа жизни. Кроме того, во всех женских консультациях города и области пройдут приемы гинекологов и специалистов женского смотрового кабинета без предварительной записи. Дополнительную информацию о времени приема можно уточнить на официальном сайте медучреждений, а также у специалистов в круглосуточной горячей линии контактного центра регионального Минздрава по номеру 8 800 273 07. На родину Ленина приехали школьники из Германии. Программа обмена между школами начала действовать, когда ульяновские ученики лицея номер 20 посетили город Эшвеге. Там дети жили в семьях местных школьников, общались со сверстниками, знакомились с достопримечательностями и учебным процессом немецкой школы. А теперь ребята из Германии приехали в Ульяновск. Делегацию приветствовали в мэрии города, где провели для них небольшую экскурсию. Ульяновск имеет очень выгодное также географическое проваливание. По российским меркам не очень далеко от столицы находится 800 километров. Ребятам из Германии также рассказали и о местах, которые им предстоит посетить в нашем городе. Это Авиастар, УАЗ и Педуниверситет. А также немецкие школьники посмотрят постановку драмтеатра «Ромео и Джульетта». В чем интерес такого обмена между школами для немецкой стороны, рассказала представитель делегации. Дети действительно, они наше солнце, наш свет и наша надежда на будущее. Только они могут решать больше или меньше проблемы, успешно и нервно решать конфликты на экологическом, экономическом и политическом уровне в следующие 30-50 лет. Это мое убеждение. Строители будущего из Германии пробудут в нашем городе до 26 октября. Дети будут жить в семьях лицеистов и знакомятся с жизнью ульяновцев изнутри. Накануне в Ульяновск привезли мощи святителя Луки Крымского. Официально святитель Лука был прославлен совсем недавно. Некоторые из ныне живущих могли лично встречаться с ним. Он умер в 1961 году. В миру Валентин Феликсович работал врачом-хирургом. Студенты медвузов по сей день учатся по его учебникам. За очерки гнойной хирургии профессор был удостоен сталинской премии. При этом участь политзаключенного его не миновала. В лагерях и ссылках он провел 11 лет. Исцеляя тело, хирург-священник врачевал и духовные раны. Еще один его знаменитый труд так и называется – «Дух, душа, тело». Мы знаем, что это был не просто святоугодник архиерей, он был хирург. Это всех привлекает, что он врачевал не только душу, но и тело. И когда он написал эту книгу, он сказал, что нельзя разлучить, исцелить что-то одно. Исцелить тело, но не исцелить душу. И вот эти люди, которые приходят, они идут, во-первых, за исцелением души. Поклониться, попросить за свою семью, за себя, всем здоровья, благополучия, мира, мира всем, что... Пришел ко мне на операцию. Так тихо, плавно он около меня проходил. Я перед операцией икону взяла и поцеловала, просила. Вот он меня оперировал. Я очень ему благодарна. На симбирскую землю ковчег с мощами из Симферополя доставили представители фонда Андрея Первозванного. Всего на несколько дней. В Спасово-Изнесенском соборе святыня пробудет до 21 октября. Ульяновцев приглашают принять участие в соревнованиях по спортивному ориентированию. Первенство города по этому виду спорта пройдет на территории парка Виновская роща в выходные 20 и 21 октября. Начало в 11 часов. К участию допускаются все желающие. Главные условия – наличие медицинской справки от врача и соответствующая физическая подготовка. Заявки можно подавать за час до старта главному секретарю соревнований Алексею Зарипову. Справки по телефону 8-917-622-2730. Ульяновск сегодня принимает межрегиональный турнир по вольной борьбе. Соревнования памяти прославленного борца Шамиля Садриева проходят с 19 по 21 октября на базе ФОК «Орион». Торжественное открытие состоится 20 октября в 12 часов. В борьбе за звание сильнейших на ковры выйдут спортсмены с 2001 по 2010 годы рождения. Победители и призеры соревнований в каждой весовой категории будут награждены кубками, медалями, почетными грамотами и ценными подарками. Напомню, Шамиль Садриев является заслуженным мастером спорта России, двукратным чемпионом мира и Европы по спортивной борьбе на поясах, многократным чемпионом Республики Татарстан, ПФО, чемпионом вооруженных сил России по вольной борьбе. И на этом у нас все. Следующий выпуск программы «Вести Ульяновск» на канале «Россия-1» продолжит мой коллега в 21 час 43 минуты. Сейчас в Ульяновске 18 градусов тепла. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60%. Ветер западный 6 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 601 миллиметра ртутного столба.